Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума, прежде всего хочу поприветствовать вас всех. Я думаю, сама идея проведения такого форума очень удачная и выразить признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за приглашение и, конечно же, высокий уровень организации этого мероприятия. Повестка сегодняшнего заседания насыщенная, предлагаемые к обсуждению вопросы актуальны и имеют, безусловно, практическое значение. Желаю всем участникам продуктивной работы, думаю, что именно здесь зародятся новые идеи, появятся предметные решения, которые обеспечат устойчивое развитие нашего экономического союза на годы вперед. Возвращаясь к словам нашего уважаемого модератора Александра Николаевича, хочу отметить, действительно, в 2020 году мы приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, была сделана оценка того, что проделано в этой сфере и, конечно же, предстоит своего рода актуализации целей и задач. На мой взгляд, я думаю, участники форума и, конечно же, мои коллеги согласятся, что сама стратегия является очень серьезным, глубоко продуманным документом. И я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить благодарность уважаемому Владимиру Владимировичу за эту инициативу, поскольку я знаю, что он лично работал над содержанием этой стратегии. Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват Евразийского Союза, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов. Здесь мы работаем сразу на двух уровнях. Внутри союзном, по линии интеграции стран-участниц, в сфере транспорта и коммуникации. И второй уровень – это международные. В рамках реализации международной повестки, развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами. Принимая во внимание в значительной степени довольно быстро меняющуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе. На Востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и путь» Китайской Народной Республики. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север-Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов. И от нас зависит, какую роль мы будем играть в этой новой глобальной экономической реальности. События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора Север-Юг как ключевого элемента новой глобальной логистики. Данный меридиальный коридор согласовывается с широтным транскаспийским международным транспортным маршрутом. Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии. Я об этом говорю не случайно, поскольку именно транспорт и логистика сейчас выдвигаются на первый план международного сотрудничества. По сути дела на международном рынке идет борьба за обладание транспортами, маршрутами, логистикой и так далее. Это, кстати говоря, прибыльный бизнес для всех государств. Я думаю, что Евразийский экономический союз должен сыграть важную, положительную роль в этом направлении. Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим партнером союза, Китайской Народной Республикой. Китай, надо отметить, одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом. На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сиане. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты-Айагоз со строительством отдельного погранперехода в Китай. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в Китай не только из Казахстана, но и из Западной Сибири. Еще один важный аспект. Помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки. В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы по сути формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и даже политические дивиденды. В данном ключе я думаю, что у нас есть общее понимание, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество. Я здесь согласен и с Владимиром Владимировичем, и с Александром Григорьевичем в отношении актуальности международного сотрудничества. Я с удовольствием вижу здесь руководителей целого ряда международных организаций. Вообще в целом Евразий должен уделять приоритетное внимание развитию международного сотрудничества, повышать свою узнаваемость, ну и конечно же авторитет в международном экономическом сообществе. Естественно, сам авторитет Евразийского союза должен базироваться на конкретных результатах нашей совместной работы в этой организации. Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости союза и его торгово-экономической привлекательности. С прошлого года мы начали переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Я рассматриваю данные направления как принципиально важные, поэтому ожидаю от Евразийской комиссии продолжения оперативной работы на этом направлении. Теперь я хотел бы остановиться на второй половине вашего вопроса, уважаемый модератор, о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития Союза. Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. И все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательнее фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация договора о Союзе. Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе договора от 2015 года. То есть реализация четырех свобод и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. Это базовые принципы нашей совместной работы. И Казахстан будет продвигать именно эти принципы нашей совместной работы. Я думаю, что перспективы хорошие. И все эти вопросы, безусловно, требуют к себе самого пристального внимания. Думаю, что сейчас ни время и ни место перечислять многочисленные факты регулярно возникающих, по-прежнему регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Я не сторонник того, чтобы драматизировать эту ситуацию, но в принципе возникающие проблемы надо решать. Здесь ставки очень велики. Это, как я уже сказал, авторитет самой организации, нашего союза. И мы должны прежде всего показать нашим народам актуальность союза, его эффективность. А для этого нужны выверенные, правильные решения. Я понимаю, что интеграция – это очень сложный процесс. Это очень тонкая работа по приведению всех национальных интересов к единому знаменателю. Но эту работу нам нужно согласованно вести. Иначе, как убедительно говорил Александр Григорьевич, время бесповоротно уходит вперед. Время остается очень мало. Нам нужны конкретные результаты. Предстоит создать полноценную бесшовную среду взаимодействия на рынке союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще ждут своего достижения со стороны государств-участников союза. На мой взгляд, прежде всего, нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках союза. Не сделав это, трудно оставить перед собой еще более амбициозные цели. То есть нам не нужно забегать вперед. Нужно работать абсолютно прагматично. Прежде чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что запланировано нами. Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель. Это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников. Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места, о чем убедительно говорили мои предшественники на этой трибуне. Для нас интеграция в рамках Евразийского экономического союза прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года. Любые другие сферы, которые упоминаются в стратегии, безусловно, имеют право на существование, но их нужно рассматривать через призму экономики прежде всего. Это абсолютно не значит, что мы не хотим развивать социальное, культурное, гуманитальное сотрудничество со своими ближайшими партнерами. Мы хотим это делать и делаем, в том числе и на двусторонней основе. Но, коль скоро мы здесь собрались, именно на заседании Совета Евразийского экономического совета, мы должны, союза, мы должны говорить о необходимости реализации, полнокровной реализации договора от 2015 года. Есть другие организации, довольно успешные в постсоветском пространстве. Это Содружество независимых государств, Организация договора о коллективной безопасности. В конце концов, есть и формат двустороннего сотрудничества. Поэтому мы должны четко определиться с форматами, где, в какой организации мы должны предпринять какие-то действия с целью принятия соответствующих решений. Ресурсы, в том числе интеллектуальные ресурсы, нам ни в коем случае распылять нельзя. Кроме того, есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза союзного государства в лице Белоруссии и России. Концептуальная идеологическая основа этого союза достаточно серьезная. Это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов. Признание культурной, языковой, религиозной идентичности. То есть признание наличия одного народа. Один народ, одно государство. У нас есть в Евразийском экономическом союзе союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле две страны, одно государство с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Но я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме, обсудить данную проблему. Теперь, что касается экономического союза, то наиболее важным является для нас вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю. И это без преувеличения колоссально сложная и амбициозная задача. Требуются высочайшие знания, дипломатические навыки, но самое главное – конструктивный настрой и учет интересов партнеров. Поэтому мы с большим вниманием относимся к деятельности Евразийской экономической комиссии. Я считаю, что в Евразийской экономической комиссии должны работать самые подготовленные чиновники, представляющие правительство наших стран, наиболее квалифицированные эксперты в тех или иных областях. И мы, конечно же, должны подумать о том, как улучшить их социальный пакет, как стимулировать их работу. И я полагаю, что главы государств, если такой вопрос будет поставлен, согласятся с таким предложением. Нам нужно подумать, как работу в Евразийской экономической комиссии, в аппарате Евразийского экономического союза сделать более привлекательной, чтобы именно лучшие кадры стремились туда попасть и показать свою квалификацию. И в завершение хочу еще раз поблагодарить Российскую Федерацию, лично Владимира Владимировича Путина, а также комиссию за организацию и содержательное наполнение мероприятия. Впереди у нас очень много работы, завтра предстоит насыщенный день. И повторяю, что данный форум очень полезный. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ